7-й, Андрей Тихонов 8-й, Андрей Пятинский 9-й номер, Николай Писарев 10-й и Валерий Кеченов 11-й. Очень интересный игрок, вот этот Сэмми Куфор, ему 18 лет. Вот в предыдущем матче с командой Штутгарт он вышел в основном составе, он из Ганы, темнокожий атлет. Два года назад он играл за сборную Ганы, за сборную 16-летних и стал чемпионом мира. Четыре года здесь он уже в Баварии играет за любительские клубы, и вот теперь он уже играет в основном составе, он заменяет Маркуса Бабеля. Бавария пошла вперед. Циге, третий номер, перед чемпионатом мира он был приглашен в сборную команду, хорошо играл и был готов поехать в сборную в Америку, но получил травму и не остался дома. И вот сейчас постепенно набирает форму третий номер Кристиан Цыке. Итак, игра началась спокойно. Вы уже разобрались в белой форме Спартак, в красно-синей форме Бавария. Бавария очень боится результата после первого тайма в матчах чемпионата Бундеслиги, в четырех домашних матчах Бавария проигрывала первые таймы и потом сводила матч в ничью. И вот в предыдущем матче со Штутгартом был счет 0-2, а потом вот пошел вперед, стал активно играть в полузащите Маттеус и удалось сравнять. Вот Маттеус с мячом. 117 матчей за сборную Германии провел. Пока Спартак играет осторожно. Больше идут вперед и левым флангом. Атакуют футболисты Баварии. Ничего особенного не было. Такого серьезного. Кристиан Ерлинген упал, но Никифоров играл, нарушил правила. Но чисто игровой момент, такой особой грубости не было, вы видите. Штрафной удар. Циги выполняет. Штрафная такая маленькая стенка у нас из двух футболистов. Циги отправляет, значит, направо. Шупу тут бьет. Один из четырех Дмитриев. Тяпушкин ловит мяч. Это вот Джованни Тропотони, главный тренер. Вы хорошо его знаете. Ну и Олега Романцева хорошо знаете, главный тренер Спартака. Спартак в центре поля с мячом. Не торопясь разыгрывает мяч, чтобы потеряли в очень простой ситуации. И опять левым флангом атакует Бавария. Длинная, очень опасная передача. В обороне у нас такой небольшой провал в центре обороны. Два центральных защитника как-то не разобрались. Рахимов и Никифоров. И мяч через них перескочил направо. Марсель Виточек, одиннадцатый номер. И очень интересный игрок, двадцатилетний, выступающий под девятый номер. Александр Циклер. В предыдущем матче он забил гол. На него надеются. Высок ростом, хорошо выбирает позицию. Удар хороший. Полтора года назад он был вкуплен в Дрездене. Динамо вообще воспитанник ГДРовского футбола в нюнешних командах. Динамо Дрезден он готовил. Итак, угловой удар у ворот Баварии. Посмотрим, что Спартак нам покажет. Опасно. Мяч Доноб. Удар. Мяч с ворота летит и попадает. Гол. Гол. Тихонов Андрей. Безусловно, ошибся Оливер Кант. У Тихонова удар-то не получился. Он ударился мяч в землю и перепрыгнул через вратаря. Ну давайте смотрим угловой удар. Что там происходило в штрафной площадке. Борьба... Вот смотрите, он выбил мяч Кант и... Как говорится, домой не успел вернуться. Упал он неожиданно. Ни с кем он и Спартаковцев не сталкивался. Если столкнулся, только со своим игроком. Еще раз смотрим этот угловой удар. Все было чисто. Все было в пределах правил. Ну смотрите, он же упал, сталкивается со своим игроком. Какие могут быть претензии? 1-0 Спартак выигрывает. Никифоров. К сожалению, дела в обороне у Спартака обстоят не лучшим образом. Защита не самая сильная линия. Поэтому надеяться надо на атаку. Забивать как можно больше мячей хотелось бы, чтобы Спартак это делал. Штрафный удар. Четвертая минута. Сихонов забил свой второй мяч в Лиге Чемпионов. Один мяч ворота киевлянам забил. Ананка. Спартак пошел вперед. Дальный удар выше ворот. Рахимов пошел вперед немножко, подсел под мяч. А Анопка сразу отошел назад, сзади его место. Рахимов остановился рядом с Циклином. Цикли. Виточек. Цикли. Вот эти первые пять минут. Бавария нам показала, что атаковать нас собирается в основном левым планом. Ну пока. Сейчас может быть справа получится. Первый перевод мяча направо. Вот этот самый Сэмми Коуфор, который заменил Маркуса Бабеля. У Баварии в основном три защитника. Это Кройцер, Матеус и Коуфор. Жоржини играет, как правило, впереди правого защитника. Играет на месте правого полузащитника. Ну в стиле нашего Кончельска. Хотя Кончельска из последних матчей в Манчестере играет чисто у нападающего. Анопка. Семь минут сыграно. 1-0 Спартак выигрывает. И мне в Спартаке очень нравится, не знаю, как вам, очень молодой 20-летний Валерий Кетчина. Посмотрим, как он сегодня будет играть. Матч трудный. Но Кетчинов уже играл в предыдущем матче с Баварией. Коуфор. Четвертый номер. Кройцер. Хлестов ведет борьбу с Нерлингером. Седьмой номер. Шоль. Нерлингера. Паста делает простребленную передачу через всю стартовую площадку. Ананка. Головы переводят мяч через себя подальше. Подальше. Ну а дальше оказалась там уже беговая дорожка. Циклер. И Циклеру 20 лет. Кетчинову 20. И Циклеру. Игра продолжается. Мяч у Спартака остался. Это все правильно. Неплохо. Немножко. Немножко промедленно сейчас Николай Пицарин. Тут я видел перед игрой Сергея Кирикова. Он приехал вчера. Клуб. Его клубка в Сруе выиграл кубковый матч у команды Штутгар. Кикерс 2-0. Сергей хорошо играл. Валерий Шмаров здесь. Который тоже в прошлом он играл в Карл Сруе. Теперь его свободен. Он сам не отпускает его. Хотят подороже продать. А Шмаров рвется в Спартак. Хочет вернуться в Спартак. Страстной удар. Пока все тву-тву-тву, как говорится, не сглазит. Спартак играет очень даже свободно и без особого напряжения. Рогимов. Хлестов. Пас в стартовую площадку. Кетченов. Можно ударить. Пас назад. Хлестову. Хлестову можно ударить. Хлестов пошел дальше и не успел отдать мяч направо. А вот выгодная ситуация. Спартак атакует удар. Кан отбивает еще одна возможность. Жаль. Жаль. Тихонов был там, Оленичев. Спартак имел хорошую возможность, чтобы еще раз огорчить Олю Юракану. Ну, давайте посмотрим эту атаку. Вот, смотрите, отбил мяч Кан. А вот забить ли? Забить не удалось. Ни Тихонову, ни Оленичеву, который стоял. Спартак опять идет вперед. Оленичев. Тихонов. Ананка. Никипоров. Хлестов Писарев. Обыграет легко. Обыгрывает Циге. Писарев прострельную передачу. Рахимов. Ананка. Надо достать мяч у самого угла. Поле достает Ананка. Мяч делает передачу. Старту и площадка. Коуфор выбивает. Но Спартак подхватывает мяч. Писарев не успел с мячом. А хорошо Писарев здесь обыграл минуту назад Кристиана Циге. Протыгнул между ног мяч. И прострельная передача была опасной. 1-0. 10 минут позади. Спартак выигрывает. Итак, второй номер игрок в сборной Бразилии. Жоржиния. Играет больше в линии полузащиты. Толщик рукой. Ну вот здесь. Узвалец Коуфор из Ганы. Ну и еще один иностранец. Легионер. Вот Сергея Кирякова нам и показали. А справа вот ухо. Это Николай Петрович Старость сидит. А слева там Георгий Ярцев. Ну, тренеры. Спартака Георгий Ярцев. Федор Черенков. Тротернов. Аут. И еще хочу пару слов сказать о наших легионерах. В предыдущем туре прекрасно сыграл Володя Песчастых. Ну вот. Верти Фокс. Его команда Вердер Бремен обыграла клуб Айнтрахт. С франкуем с отсчетом 2-0. И оба мяча забил Владимир Песчастных. После этого тура он попал в сборную тура. Вместе с Матеусом. Матеус прекрасно играл. И вот Владимир Песчастых забил 2 мяча. Теперь он в Бундеслиге забил 5 мячей. 2 на кубок забил. А 2 снайпера в Бундеслиге забили по 8 мячей. Поварий идет вперед. Нерлингер. Сигер. Приходится отходить назад. Приходится искать капитана. Матеуса. Матеуса великолепный длинный пас. Вот смотрите. И как точно сыграл. Нерлингер. Виточек. Удар выше. В сторону оворот. Вызывает разочарование на трибунах. Сколько же зрителей на трибунах? Ну, сегодня стадион не переполнен. Но 1035. Вот особенно много зрителей там справа под табло. За воротами Оливера Кана. Там можно стоять. Там стоячие места. И там витком набитые все сектора. Олег Иванович Романцев. Судар Черенков. И доктор, и администратор. Все нервничают. Переживают. Бавара идет вперед. Матеус пошел опять вперед. Опять я говорю. Потому что он был у защиты. В душе. Ох, как. Как. Как опасно. Как трудно. Нашим игрокам. Они просто мешают друг другу. Их много. И они мешают. Все кончилось благополучно. Плохо, когда мало игроков в штрафной площадке. И плохо, когда слишком много. Сейчас ведь целая толпа тут. Подвалится в белую форму. Смотрите. Ну, это все мешали друг другу. И толком никто не мог ударить подальше. Небольшая неразбериха была сейчас в обороне у Спартака. Многие тут специалисты утверждают. В частности, Карл Хайнсхайма. Шеф-редактор Кикера. Который любит российский футбол. Советский футбол. Многих знает. Вот он все время говорит, что Матеус играет не на своем месте. Матеус никакой не свободный центральный защитник. А полузащитник. И мог бы он больше пользы приносить средний линук. Как говорится, тренеру виднее. Сиги опять опасно играет. Впереди все время играет Сиги. Но он играет на месте полузащитника. Если Жоржинья играет справа у броски. По правой броске все время. А Сиги слева. Сиги более заметен в эти первые минуты. Страстный удар. Угловой удар. Шоль будет подавать. Мехмед Шоль. Позволь игрок ему 24 года. Итак, смотрим, что там в штрафской площадке. Во Вратарской. Тесновато. 6-7 игроков. И еще. Пошли вперед. Тяпушкин промахивается. Штанга спасает. А сейчас даже кто-то защитников. Видел удар. Еще удар. Рядом. Рядом мяч пролетел. Но Тяпушкин задел мяч. Сейчас он ошибся на выходе. Безусловно. Мяч попал в перекладину ворот. Очень опасная ситуация ворот Спартака была. Вот давайте еще раз посмотрим эту опасную атаку. А это не повтор. Это очередная атака. Еще один угловой. Нет. Показывают. Угловой, угловой правильно. Ну вот смотрите, как атакуют сейчас Бавария. Мехмед Шоль идет направо. Внимание! Внимание! Тут спокойно сейчас в обороне играет Спартака. Спокойно, внимательно. Подсказывают друг другу. Выдают очень опасно угловые футболисты. Бавария. Это мяч вратаря. Вот Кауфор. Смотрите, защитник. Куфор, простите. Кауфор. Куфор, правильная фамилия его. Куфор. Он участвовал дважды в атаках, которые начинались на углу поля. Оленичев. Ананда. Рахим. Неплохо. Холестов. Анопко. Никифоров. 16 минут сыграно в матче в Баварии. Спартак 1-0. Гости выигрывают. Страстный удар. Пятенкиф. Ананка. Мяч к Тихону не попадает. Маттеус опередил. Тихонова. Рахимов. Тихонов. Кетченов тут в окружении двух соперников. Анопко с трудом достал. Почему с трудом? Потому что его рукой задерживал соперник. И арбитр из Голландии. Командер Эндр это зафиксировал. Тихонов. Дошел до штрафной площадки по штрафу. Можно бить поворотом. Не удалось. Ну а так и продолжается. Рахимов пас налево. Ананка. Анопко. Вообще-то можно издалека бить. Кетченов, Ананка. Не обязательно все время стараться мяч в штрафную ввести. Там бывает много игроков. Можно издалека ударить. У спартаковцев есть футболисты, которые хорошо бьют. Оленичев, Ананка. Пас налево. Тихонов хорошо прикрывает мяч корпуса. Купор прям лег на него. Еще раз смотрим тот эпизод, когда мяч попал в перекладину. Безусловно, без лишней нервничью наш вратарь ошибся на выходе. Купор. Зекляр. Прикрывает мяч корпусом. Вот это назад. Кройцер. Матеус теперь стал регулярно покидать свое место. И идет вперед все время. Вот смотрите, он уже был недалеко от центрального круга. Пас назад. Шуп. Виточек, цыке. Хорошо. И дальше еще. Арбитр показывает, что не было нарушений. Просто перепрыгивая через игрока, Рахимов зацепился за него, поэтому упал. И опять вот несогласованность. Опять вот та же беда в обороне. Два футболиста, кто был последним, мог подсказать. И вот Оленичек мог бы уступить холестовым мяч. Тогда можно было его отбить вперед. Еще один угловой удар. Мяч на этот раз направляется к ближней штанге и опять угловой. Эти угловые, в общем-то, доставляют достаточно много неприятностей Спартакской обороны. Ну, всей команде сейчас обороняет Спартак. Всей командой. Я не понимаю опять, почему жалуются сейчас Матеусу. Ну, безусловно же, атаковали. Тяпушкины играли не в мяч, а в игрока сейчас вы увидите. Еще и рукой тут чуть-чуть вместе с Майкой грудь не оторвали кусок, по крайней мере, у Хлестова. Что тут возмущаться? Тихонова. Пас направо. Сыгьи обыграл Писарева. Отлично. Хлестов. Аплодисменты, вы слышите, аплодисменты, а вот здесь плохо. Здесь хуже, чем могло быть. Рахимов. Пятницкий. Спартак старается играть широко, это приятно. Более широкое, длинное, отличный покров. Кетчинов ждал, ждал и словно не верил, что Писарев даст ему мяч в штрафную площадку. Нерлингер. Оленичев идет. Жоржини делает высокую передачу. Мяч выбит. Кетчинов. Пятницкий. И Пятницкий не успел к мячу. Маттеус. И опять длинная передача к линии штрафной площадки. Мяч уже покинул поле. Часто мяч посылается вверхом в направлении Александра Зиклера, который играет хорошо головой. Хорошо, еще раз повторяю, прикрывает мяч корпусом. Вот его нам показывают с 20 лет ему в матче со Штутбертом он забил один мяч. И все здесь говорят, только один. А мог забить там три, четыре. Да, у него было несколько возможно. Борьба на половине поля в Баварии. Оленичев. Рахимов. Левый фланг свободен. Может забросить. Попытаться, по крайней мере. Вот Рахимов это и делает. Ананка. Перед ним Жоржини. Руками Жоржини отталкивает Ананка. Ну что же это такие все время, вы знаете, провокации на публику. Безусловно, нарушение. Безусловно, оно очевидно всем. И судье тоже. И вот это такие вот недовольства вызывают гнев, что ли, на трибунах. Но пока, слава богу, на суде это не действует никак. Кроется. Куфор. Бабарь атакует. Рахимова никто сейчас не страховал. Мяч не попал к митичку. Оленичев. Тихонов. Кетчинов. Впереди. Неплохо. В пятницке чуть-чуть промедлил. Простите, это был Хлестов. А в сайте нет. Можно играть. Шоль. Бьет. Неожиданно из-под ноги. И не просто было Тяпушкин. Потому что он был прикрыт Никифоровым. Мы еще раз смотрим. Положения вне игры не было. Вот там слева кто-то задержался. Рахимов, по-моему. Поэтому положения вне игры не было. Спартак начал весело, непринужденно. Нельзя отдавать инициативу. Нельзя. Надо подольше держать в середине мяч. Извините, как говорится, за советы. Ну и тревожить вратаря. Спартак показал, что он может атаковать. В первые минуты несколько было хороших атак. И терять мяч. Вот так просто не хотелось бы. Страстный удар. По ногам. По ногам Сигео ударил. Попытался, конечно, по мячу ударить. А ударил по ногам Кисарева. Анан Канякифоров. Рахимов. Вновь Рахимов. Анопка Ананка. Атака затухлась, не успев как-то и начаться. Вот. Меня вот тревожат эти моменты, когда спартаковцы как-то начинают комбинации и затухают они в центре поля. Матеус улыбается. Остальные игры, как это так, арбитр вдруг подряд страфует хозяев поля. Такую выдающуюся, великую команду в прошлом. В прошлом. И сейчас, конечно, Баварин неплохая команда, но пока она в стадии становления еще. Диконов. Куфор. Выбил мяч. Кверхом. Жоржиня. Аут. Несколько минут спартак не приближался к штрафной площадке соперника. Не тревожил. Оливер Аканом. Ударов вообще не было. Игра пока идет сейчас, вот последние пять минут. В основном на левой половине поля. И чаще мы видим Тяпушкина. Ну и игроков, конечно, Баварии, которые бьют по воротам, которые стараются играть в штрафной площадке. Спартака. Никифоров. Страхой. Без фориума. 26. Амур бюджи и 27 минут сыграли. Команды. 1-0. Спартак выигрывает. Каденский. Писарево с трухой задерживает. Пятенский идет в штрафную площадку, бьет неожиданно. Ну вот, хорошо сыграл Пятенский. От него ждали передачи, он ударил. Вот удар метр в 16-ти был. Вон таки опасно. Это Андрей Пятенский. Кан. Выбивает мяч за центр поля. Мяч через одного тревога, через другого футболиста. Шоль. Фиге. Мяч Спартака отобрал. И сейчас есть возможность, хорошая возможность для контратаки. Больше Спартака тут здесь на правой половине поля. Пятенский. Еще раз можно ударить. Пас. Хороший, неожиданный пас. Оленичев. Пытался обыграть Матеуса. Не получилось. Ананка. Спартак атакует. Пас назад. Еще одна попытка ударить. Нет. Это просто так получилось. Пятенский мяч отскочил неожиданно. Ему на ногу. И уж ничего не оставалось сделать. Какое-то такое судорожное движение провести. Да, вот. 119 матчей провел уже за сборную команду Германии. Лотар Матеус. 33 года ему. Безусловно, звезда мирового класса. Никипоров. Да, лучше подальше. Тихонов. Пытается уйти от Куфора. А вот он, кстати, невысокая скорость. Стартовая, по крайней мере. Куфор вот когда разбежит с таким длинным шагом. Он настигает Тихонов. А когда вот с места Тихонов срывается с мячом, то Куфор проигрывает. Он полтора-два метра уже несколько раз. Обе команды стараются играть широко. Обе команды стараются играть флангами, используя фланги. Матеус был с мячом какое-то мгновение. Но вот Кройцер подстраховал своего капитана. Ну, может быть, и было нарушение. Да, Нерлингер. Тоже один из самых способных, талантливых игроков в Баварии. Кристиан Нерлингер, ему 21 год. Если, возможно, юношеский сборный играл. Это опасно. Опять опасно и гол. 1-1. Опять полный беспорядок в обороне. 1-1. Далее головой ударить с близкого расстояния. А рядом с Тяпушкиным находилось выстрелить практически в одну линию. Сразу четверо спартаковских защитников. Только я про Нерлингер рассказал, что он талантливый способ. И тут же он и гол забил. Ну, давайте еще раз посмотрим. Из-под защитника, под Рахимова. Отличный удар под перекладину. 1-1. Кристиан Нерлингер, 1-1. Андрей Тихонов, 1-0. Кристиан Нерлингер, 15 минут осталось играть до перерыва. Спартак начал очень активно, очень интересно, быстро играл. Но постепенно уступил инициативу. И Бавария сейчас играет, имея преимущество. Чаще атакует, больше атакует. Хозяева поля. Обороняется, идет вперед. Листок, пятницкий. Ананка. Дальний удар. Неплохо. Мяч мог и отскочить. Он перед вратарем ударился в землю. С трудом Канн его наглухо поймал, прижав в груди. А отскочил бы мяч, можно было кому-то засидеть на добивании. Ракимов получает предупреждение. Руками оттолкнул соперника. Во всех предыдущих матчах Спартак забивал. И во всех забивал первым. Сегодняшний матч не исключение. Будет ли подтверждение второй, что ли, закономерность? Я пока не буду говорить, а посмотрим. Сыги выполняет удар. Писарев. Напрасно он бил через себя. Никого рядом не было. Можно было остановить, начали развернуться. Сыги аут бросает. Релико бросает метров. На 30 штатную площадку прямо. Тяпушкин поймал мяч. Это не было передачей, считает арбитр. Мяч от ноги кого-то из Спартака попал вратарю, но это не было такой умышленной передачей затянуть время. Оленичев. Тихонов. Оленичев выходит к воротам. Еще можно ударить. Еще удар. Гол! 2-1. Как интересно развиваются события. Оленичев к Тихонову сотворили гол. Ну, немножко защитники им помогли. Но Оленичев не растерялся, потерял мяч. Он же ему отскочил, но он его добил все-таки. Вот смотрите, здесь он обыгивает Кройстера. Мяч отскакивает. Давайте еще раз посмотрим. Или кто-то... Да, Оленичев все-таки протрался. Молодец. Тут защитники тоже ему помогали. Они, конечно, пытались выбить, но выбивать-то некуда было. 2-1. За 10 минут до конца первого тайма. 32-я минута казалась счастливой для Оленичева. 2-1. Спартак выигрывает. Маттел. Далее. Очень опасный удар. С трудом тяпушки разбивает. Вот кто такой Лотар Маттел. Вот как он может играть. Конечно, он не защитник. Конечно, он игрок, который умеет подыгрывать. Умеет астаковать. Какой мощнейший удар он нанес сейчас. А нам показывают еще раз, что тут было вблизи штрафной площадки, когда Оленичев забивал мяч. Штрафной площадка. А теперь Циги с мячом. Бас назад. Удар! Ей-богу, не хочется никаких сделать советов, замечаний. Но нельзя же давать бить по воротам с пределов штрафной площадки. Опять спартаковцев было много штрафной. И все держали, как говорится, зоны. Посмотрите. Все стоят на пустых местах. Мяч по... Хорошо, что не попал в ворота. Хочется повнимательнее. Спартак всегда ли в обороне. Бавария опять идет вперед. Маттелл. Жоржиньо. Кетчинов. Тихонов. Даля на ноги. Купр достал мяч. Фитрбелло был впереди. Него метра на два, на три. Меньше десяти минут до перерыва. 2-1. Спартак выигрывает Мюнхен. На олимпийском стадионе в Баварии. Купр. За спину. Сиклеру. За спину нашим защитникам. Сиклер продрался и... Оленичев. Вовремя отошел назад. Ну, выгоняш за боковой, все полегче. Шуб. Шуб. Куфор. Кройцер. Куфор. Спартакцы все тут отошли уже к штрафной площадке и дают спокоен начинать комбинации. Угловой удар. А мы смотрим атаку Баварии еще раз. Вот, которая была минуту назад. Видичек атаковал. Внимание! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Каждый угловой удар, каждый штрафной носит какую-то нервозность, излишнюю действие защитников, других игроков, которые в обороне. Да, безусловно. Спартак весь сезон, играя в чемпионате, с большим преимуществом, почти не испытывал каких-то затруднений в защите. Вот, Спартак и не умеет играть от обороны, а надо. Надо вот таких ситуаций, когда надо удержать счет, когда нужно подержать мяч. Мехмельшоль опять выполняет угловой очередной. Опять опасно. Гоу. Опять головой. И опять грубейшие ошибки обороны. Вот он, молодой Сэмми Куфор. Забил свой первый мяч, выступая за Баварию. Второй мяч головой забивает. 2-2. 2-2 в конце первого тайма. Минут за 6 до конца. Далее ударить. Что делать, Тяпушкин? Выходить на этот мяч? Трудно сказать. Беда в другом. В другом, что наши игроки, наши футболисты касаются не только Спартака. Очень плохо играют головой, проигрывают большинство дуэлей. Особенно это неприятно, что это выходит в своей штрафной площадке. 18-летний Куфор. Один из лучших игроков первого тайма. Его обороны, он хорош. И вот подключался несколько раз к атакам при угловых, при штрафных. 2-2. Тихонов. Четвертая минута. 1-0. Нерлингер. 28-й минута. 1-1. 32-я. Оленичев. 1-2. И Куфор. 35-я. 2-2. Вот вы видите все на нашем телевизионном табло. Тяпушки. Неумение играть в обороне. Вчера и другая наша команда показала Московская Динамо. Здесь Спартак все смотрели. Этот мяч жалко, конечно. Тоже были грубейшие ошибки в обороне. Грубейшие. Раньше мы часто, журналисты, комментаторы, пишущие журналисты, часто ругали, что многие команды играют от обороны. Вот говорили, что нужно в атакующий футбол больше играть. А сейчас получилось, что многие команды и в атакующий футбол толком-то не умеют играть. И в обороне все потеряли. Самое главное, что в обороне Спартака, да и в других командах все время находится много игроков. Но что делать в обороне при таких опасных ситуациях, никто не знает. Очень много свободных соперников оказывается. Тихо, мать. Ну что ж, теперь снова слово за атакой. Спартаковский. Ждем от Спартака какого-то удачных комбинаций. Спартака сегодня в атаке неплохо получается. Ананка Оленичев. Обыграл Жоржиня. Ананка. Анопка. Пятницкий. Не рискует. Мерлингев руками отталкиваем. Мяч в Спартака поставил. Ананка. Никифоров. Никифоров. Ракин. Спартак Долга держит мяч без особого продвижения вперед. Трудно идти вперед, когда много соперников. Никифоров сильно отправил мяч на арту и площадку. Оленичев в окружении трех соперников. Жоржиня. Отпустил мяч и теперь... И теперь мяч до боковой линии. Мателл. Два-два. Спартак забивает в каждом матче мячей. Четыре было, теперь еще два-шесть мячей. По шесть мячей до этого тура забили лишь Манчестер Юнайтед и Парис Эн-Жарме. Ну, это тур, будут новые мячи. Мяч ушел, покинул поле. Ей-богу, все, и Спартак прекрасно играет в атаке. В середине поля. Ну, как жалко, что в обороне. Столько ошибок совершают. Кройцер. Хлестов. Аут. Сиген. Кройцер. Матеус. Вы обратили внимание, как располагаются футболисты Баварии? Вот три защитника, но они меняются местами. Куфор, Матеус и Кройцер. Два футболиста впереди. И очень сильная линия полузащиты. Где Циги слева, справа, Жоржини, остальные в центре. И очень эта средняя линия мобильна. Потому что преимущество у Баварии то слева, то справа возникают средние полузащитники. Молниносцы уходят на фланги. Николай Писарев убегает от Циги. Притормозил, прикрыл мяч корпусом. Матеус подстраховал Циги. Причем крайне эти полузащитники, они активно играют впереди и при случае закрывают фланги. Не дают нашим футболистам атаковать по флангам. Оливер Кан, один из вратарей сборной команды Германии. Оленичев, Пятницкий, Хлистов. Кому? Вах, Хлистов. И еще одна попытка, хороший пас. Тихонов. Не получился удар. Ну бывает, но ничего страшного. Ничего страшного. Ананков бил, пытался ударить, но он не попал. Мяч срезался. Помоги. Переживают и Олег Романцев, и Федор Черенков, которые, в общем-то, все понимают. Хорошо, помочь ничем не могут. Сейчас Кетченов и Тихонов впереди, а Писарев на месте правого полузащитника находится. Ну, вынудил его Циги. Циги активно играет, приходится ему покрывать эту зону. Вот сейчас Писарев с мячом. Тихонов. Аут. Как? Разве? Ну, может быть. Тут от двух ног мяч ушел. Матеус так убедительно Тихонову объяснял, что от Тихонову ушел мяч. Тот, видимо, согласился с этим. Матеус. Цигар. За спину себе забросил Ананка и Жоржинию. Жоржинию будет вводить мяч через боковой. Который раз в площади ворот головой бьют, как молотком. Это, видите, который не очень-то и высок ростом. И опять ему дали. Опять я говорю, что дали ударить. Не ему, а вообще дали ударить. Хлестов задевался. И оказался за спиной. За спиной у соперника. Ананка. Пятницкий. Хорошо. Подключается Хлестов к атаке. И вдруг такой пас. Неудачный пас. Ну, уже Хлестов по инерции. Без мяча столкнулся с соперником. Немного осталось играть в первом тайме. Который был урожайным на голы. И, безусловно, игра получилась интересной. Учительный. И радовались мы. Удачам Спартака и огорчались. Неудачам. Было и то, и другое. Цикля. Как легко проходит. Ногой. Только ногой. А это уже опасно. Оленичев. Анопка. Рахимов. Пока судья игру не останавливает, нужно идти вперед. Стало все время. Есть еще Пятницкий. Пятницкий сегодня не так активен, не так заметен, как мог быть, как должен быть. Игра Спартака, где много молодых игроков, где много новичков, зависит от игры лидеров, таких как Анопка, Пятницкий, Никифоров. Одних много. Они определяют характер игры, почерк. Итак, перерыв после первого тайма ничья. Спортивных программ продолжает прямой репортаж из Мюнхена с Олимпийского стадиона. Здесь проходит матч четвертого тура Лиги Чемпионов группе «Б» Павария. Спартак-Москва. Ничья 2-2 после первого тайма. Игра была любопытной, разнообразной, острой, интересной. Спартак в отдельный момент играл просто прекрасно. Особенно подавали Спартаку контратаки. Комбинации вблизи штрафной площадки. И неудачно Спартак играл в обороне, к сожалению. И вот Бавария воспользовалась этими ошибками. И в результате счет 2-2. Напомню, что на четвертой минуте Тихонов сделал счет 1-0. Потом Нерлингер на 29-й 1-1. А Леничев вновь Спартак вывел вперед. На 33-й минуте 2-1. И Куфор на 37-й забил второй мяч ворот Спартака. 2-2. Как будут развиваться события во втором тайме? Посмотрим. Замен пока нет. Сейчас я напомню вам составы. Спартак проведет вот закончить ту атаку. Кечену. И я вам напомню составы. Анопко. Оленичев. Анопко. Ананко. Никифоров. Спартак с мячом. С одного фланга мяч переведен после нескольких передач на другой. И вот здесь мяч выбит за боковую линию. Итак, состав Спартака. Спартак в первом тайме играл таким образом. Ну, вратарь Дмитрий Тяпушкин. В обороне. Справа играет. Играл, погуглевая так. Дмитрий Холестов, третий номер. Слева Дмитрий Ананко, номер два. В центре обороны у Спартака большая часть времени было три защитника. Рашид Рахимов, пятый номер. Юрий Никифоров, шестой. Капитан команды Виктор Анопко, номер седьмой. Но поскольку центральных защитников трое, вот поочередно либо Рахимов, либо Анопко выходили вперед. Полузащитники Спартака. Дмитрий Оленичев, номер четыре. Андрей Пятинский, номер девять. Валерий Кетчинов, номер одиннадцать. И два нападающих Спартака. Андрей Тихонов, номер восемь. И Николай Писарев, номер десять. Олег Романцев, главный тренер московской команды. Спартак атакует. Вот мяч у угла поля сейчас. Аут. Оленичев. Угловой удар. Спартак после углового забил первый мяч. Точная передача. Удар. Шторм и ворот. Еще один удар. Куфор выносит. Удар головой. Прямо в руки вратарю. Атака была хорошей. И завершилась хорошим ударом. Кто там завершил? По-моему, Пятинский головой бил. Нет, посмотрим. Нет, вот. Это вот Тихонов идет в борьбу. Нет, это Кетченов. Итак, состав Баварии. Вратарь. Оливер Кан. Три футболиста играют постоянно в обороне. Капитан команды Лоттер Маттеллс, номер десять. Самуэль Куфор, номер пять. Оливер Кройцер, номер четыре. Очень мощная линия полузащиты. Пять футболистов здесь. Жоржиня справа. Второй номер. Слева Кристиан Сиге, третий номер. И три центральных полузащитника. Восьмой номер. Маркус Суп. Шестой номер. Кристиан Нерлингер. И Махмет Шоль, номер семь. Два нападающих. Александр Циклер, номер девять. И Марсель Видичек, номер одиннадцать. Джованни Тропатони, главный тренер Баварии. Судейская бригада из Голландии. Марио Вандер Энде. Главный судья. Судья на линиях. Роб Оверклип и Джоз Ван Бокель. Делегат Ульфа. Знаменитый Герхард Мюллер. Все он провел за сборную в Германии 62 матча и провел 68 мячей. А вот его молодые одноклубники сейчас атакуют. Судья на линиях. Судья на линиях. Ульфе на линиях. Судья на линиях. Командой будет составлять конкуренцию в борьбе за кубок европейских чемпионов другим клубам. Ну и он сказал еще, что, конечно, «Спартак» в трудных условиях, потому что мы-то и другие клубы имеем возможность не только продавать и каковы, но и покупать. «Спартак» же, увы, только отдает игроков. Рахимов. Ну, имеется в виду игроков высокого класса, заграничных игроков. Ну, конечно, «Спартак» может купить и из наших клубов, но продают лучших, а покупают, главным образом, игроков, которые еще только могут стать звездами через какое-то время. Жоржиньо. Рукой сыграл Анопко, но его видичек подтолкнул. Ну, в первом тайме у Баварии мне понравился. Матеус, прежде всего, Куфор, молодой подвале из Ганны, я о нем уже говорил. «Циги» был хорош. У «Спартака» мне понравился Оленичев. Хорошо играл Тихонов. Менее заметен, чем обычно был Писарев. И Пятинский не так хорошо играл, как хотелось бы. Ампасная ситуация в штрафской площадке «Спартака». Рахимов тут ведет борьбу с Шолем, знаете, в Сантриполе. Матеус. Куфор. Ананка. Выбил мы не очень далеко. Пятинский Анопко. Куфор. Матеус. «Спартакус» отходит потихонечку на свою половину поля. Все отходят. Куфор остановил няч. Шут. Неббингер. Хорошо сыграл Тихонов. Пятинский пас налево несточно. Вот Тихонов. Можно бить. Ворота. Рядом ворота были. Трудно было с острого угла попасть в ворота. Оливер Канн вышел вперед. И Тихонову было очень непросто попасть в ворота. Он сыграл на отлично. Смотрите, как обыгрывает одного соперника. Второго. Матеуса пытается обыграть. И обыгрывает. Матеус уже ничего не смог сделать. Все-таки Тихонов ударил. Но попал в ногу Матеусу. И замена в составе Баварии. Дитер Фрей, который играл в московском матче. Дитер Фрей меняет Мехмета Шоле. 22 года ему полузащитник. Ананка. Рахимов. Правильно сделал, что на фланг отдал. Вперед стал бы давать было положение не игры. Пятенский. Тихонов. Ох, какая передача. Ох, как Тихонов играет хорошо. Совершенно, как говорится, не тушуются. Штрафные площадки в окружении нескольких соперников. Вот посмотрите, что делает Тихонов. Куфоров тут его руками отталкивает. И с трудом мяч выбивается на угловой. Как и в начале первого тайма, Спартак атакует, имеет преимущество. Анопка стоя бил. И вы помните, как забивали мячи в наши ворота? В высоком прыжке и Нерлингер, и Куфор наносили удар. А Анопка стоял и ждал. Если бы выпрыгнул, удар мог быть сильным. Анопка как раз умеет играть с головой. Один из немногих в нашем футболе. Не просто голову подставляет, а бьет головой. Ананка. Рахимов. Ананка. Тихонов. Пока мало заметен Валерий Кеченов. Очень талантливый спортсмен. Скромный такой. Вы знаете, хорошо воспринимает советы тренеров. Но сегодня пока он мало заметен. Я надеялся, что сегодня он покажет себя. Ну, игра на игру не исходит. Парень, чуть неопытный. Дальний удар, и мяч следит в сторону от ворот. Сегодня, как обычно, в 0 часов 30 минут вы увидите нашу программу от семи других матчей. И хочу вам сказать, здесь в первом тайме уже давали результаты. Не буду я вам их называть. Не буду их называть, чтобы с интересом посмотреть. Но некоторые уже результаты первого тайма довольно-таки любопытные. Первых таймов. Так что игры проходят очень интересно. И сейчас в Лиге чемпионов нет такого ярко выраженного лидера, как в прошлом году. каким был Милан, может быть, Барселона. Четыре или пять команд равны по силам и могут претендовать на выигрыш Кубка чемпионов. Спартак идет вперед. Писарев по штрафной площадке. Восьмой номер. Это шут. Но это бывает. Спартак атакует. Писарев в штрафной площадке. Нужно забивать. Ох, какой момент. Какой момент. И Кетчинов был там штрафной. И Тихонов. Куфор помог Оливеру Кану. Посмотрим еще раз эту атаку. Тихонов мощно выстрелил низом вдоль площади. Вдоль линии площади ворон. Но вот здесь Кетчинов не успел. Вратарь опередил его. Еще раз смотрим эту настоящую мощную атаку. Бавария такой циклер выходит в ударную позицию бьет дальний угол. Дяпушкин дотягивается до мяча и переводит мяч до линии ворот. Но вот только что атака была на левый ворота и тут же Спартаку приходится обороняться. Угловой удар. 13 минут сыгранная во втором тайме по-прежнему 2-2 И опять неудачные защитники действуют. Как-то знаете боязно нет такого вот этих горячего желания защитника положения вне игры нет отбить хотя бы сильно и мощно выбить мяч. Даже может быть и без адреса куда попало потому что разумие тут неуместно секунду другая мяч потеря из-под ноги могут выбить мяч. Дмитрий Тяпушкин смотрим еще раз атаку Баварии теперь Циге это не удар по воротам это печи вдоль ворот Ракимов Хлестов Писарев пятницкий ждал долго вновь пятниц с мячом кому отдать мяч попал в пятку Олевича Жоржу и не тот ошибается ну вот такой опять же любопытный эпизод ошибаются сильнейшие ошибаются такие известные футболисты когда их атакуют когда не додают им свободно играть вы видели сейчас и Пятницкий ошибся и Жоржини когда рядом с ним оказывается соперник Ананка Оленичев Оленичев кстати в первом доме тоже очень неплохо сыграл Пятницкий переводит мяч и своевременно свободному Писареву Писарев идет на Циге обманное движение ходишь на вторую площадку мяч кроется в падении выбил Бавария обороняется и это не нравится зрителям вся всей командой обороняется Бавария Писарев Кетчинов Кетчинов уступил мяч и теперь вступил в борьбу уже Нерлингер аут 17 минут с играми во втором тайме ничья 2-2 Маттеллс Маттеллс пас направо циклер стал вторым мячом Анопка помешал ему и вновь Анопка выбивает мяч за боковую линию уже мяч был за за пределами боли Жоржини циклер знаете как который раз уже как циклер хорошо прикрывает мяч корпус как труда у него отобрать знаете как он цепко борется упал циклер но мяч остался у Баварии а вот там руками руками останавливали пятницу быстро Спартак все пробили штрафной пятерки длинным пасом диагональным пытается Тихона вывести вперед Куфор рядом с ним играть можно только ногой Кам это помнит и пас в лоб флажку молодец Андрей Тихонов вот помешал сделать точную передачу вот я говорил несколько минут назад когда атакуют соперника наши футболисты то есть совсем не просто сделать точный острый пас Маттелус Бавария атакует Циге Плеско Пятницкий кому отоднять Писарев справа свободен в лучшей позиции пас налево Тихонов Тихонов сместился в центр Пятницкий Оленичев с одной стороны свободен в другой Писарев и решил Пятницкий ударить может быть решение было неплохим но исполнение было неважным около 20 минут сыграно во втором тайме ничья 2-2 счет первого тайма тервиста спартака замена нет это не у спартака это замена посмотрим сейчас замена у баварии гитер хамон по-моему сейчас посмотрим кто выйдет а в это время бавария атакует нерлингер бавария вынуждена сбросить мяч назад отойти назад Маттеус упор упор большую часть времени в этом сезоне даже не заявлено в списке тех программ которые в начале сезона перед лиги чемпионов были опубликованы играл за любительскую команду уже несколько лет и он сегодня так доволен прямо так улыбался перерывы показывали как он был доволен что забил мяч спартак перехватывает мяч и идет вперед Рахимов Пятерский дальше еще дальше Кетчинов Оленичев комбинация стенка Кетчинов Ананко еще еще один дальний удар ну что ж уже ближе но видимо Олег Романцев в перерыве дал указание бить издалека замена вторая Маркус Шуб покидает поле и выходит Биттер Хамон полузащитник и это молодой подболист ему 21 год свежие силы вводит так поочередно Джованни Тропатони молодых игроков выпускает плейна второго тайма позади ничья 2-2 Куфор ну я вам не буду говорить почему такая реакция на трибуне результаты первых таймов и как проходят игры в других матчах Лиги Чемпионов вот так реагирует на сразу на табло все игры показали какие там на это время как игры развиваются опять удар головой опять удар головой и ты гибел сейчас мимо ворот Тонопка вот еще раз смотрите может быть Тяпушкин и достал а может быть и нет мяч залетел почти в девятку 66 минут пошла матч Рахимов пятенки Рахимов Никифоров Писарев 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 Повария перехватывает ночь и идет вперед и цикл расширся Анопка по левому флангу идет вперед рядом два партнера Ананка ласково так погладил мяч Ананкой Анопкой ну вот здесь можно было поточнее сыграть Виточек хорошо комбинируя Бавария приближается к штрафной площадке Жоржини пас вдоль штрафной циклер Клистов пошел атаковать циклера Нерлингер Матеус до Никифоров разбил мяч центральному кругу а вот ошибка ошибка и Матеус ошибся Тихонов идет вперед Матеус пытается и добивается своего исправляет свою ошибку что-то ему говорит Тарапатоний ну Матеус приложил руки груди то есть как говорится признает свою ошибку но исправился очень быстро кроется циге длинный пяс опять в направлении циклера как он хорошо играет вот в сложных ситуациях Жоржини упас налево Нерлингер бьет высший ворот циклер вроде не очень быстро но у него длинные ноги и очень хорошо увидит соперника знаете как он вдоль линии ворот прошел а дальше Жоржини же участвовал в атаке он делал передачу свободному Нерлингеру тут с острого угла бил Никифоров циге выбил мяч за боковую линию Никифоров пошел 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 вперед упал его сбили с ног штрафной удар вот Никифоров там может отсюда ударить если вот не очень сильно его ударили по ногам в пятницу у мяча штрафный удар у метров 12-13 даже 15 до линии штрафной площадки но отсюда можно ударить по воротам а можно и разыграть мяч что было делать Спартаков посмотрим Оливер Кан руководит стенкой Анопка и Пятницкий в пятницу разбегается бьет мимо стенки нет в стенку попал мне сказалось что мяч мимо Оленичу можно ударить комбинация стенка не получилось мяч отскочил к Оленичу почти отскочил к ноге соперника Спартак большими силами атаковал если нужно возвращаться Рахимов успел вернуться и его Жоржиня сбил с ног и получил предупреждение ну а в первом тайме Рахимов получил предупреждение ну вот видите видим нарушение тут носилки несут но Рахимов уже стоит уже мяч не заставало ударил по ногам даже по коленкам досталось по моему Рахимову носилки унесли на место не понадобились вообще Жоржини очень корректно игрок хотя знаем что он иногда и нарушает правила и хочу сказать что в девяносто первом году от ФИФА он получил по итогам года приз такой специальный приз фэрплей оленичев передержал мяч безусловно витечек мимо ворота амман атаковали футболисты в Баварии а сейчас игра в общем-то ровно проходит и та команда атакует другая Куфор обещать на таких случаях нужно атаковать вратаря я вспоминаю первый матч московского Динамо с Реалом помните как Черышев пошел на вратаря и заставил промахнуться и забил мяч вратаре не часто играют ногами и когда на него идет игрок то они начинают нервничать и в любой момент могут ошибиться Дикифоров Клистов Кетчинов упал не без помощи соперника штрафный удар да вот орбит показывает штрафный удар на угол вновь Клистов с мячом Анопко Пятинский Ананко пас это пас не удар конечно ну да получился пас очень сильный мяч полетел туда из-за рекламной щиты и даже в тоннель попал такой такой рог на этом стадионе финальном матче чемпионата Европы 88-го года наша команда сборная СССР играла с голландцем поиграл там 0-2 но еще в 76-м году матча на супер кубок киевские динамовцы обыграли Баварию тогда здесь Олег Блохин великолепный гол забил 1-0 тогда выиграли так что не только здесь мы проиграли хотя большую часть матчей германы наши команды конечно же проигрывают немецкими командами у нас отрицательный баланс и у сборных и у клубных команд Пятницкий Писарев свободен справа не добить туда Оленичев Кетчинов Кетчинов Рахимов Пятницкий вот сейчас бы Писарев вот туда и отправил Пятницкий направо но не успел не успел Писарев ну и упас был не очень корот не точно Матеус Кройцер вот Тихонов сегодня хорош Тихонов сегодня сколько он отдает сил в борьбе и в отборе хорош и в атаке хорош Андреев вырос в этом году прямо на глазах 24 года ему он и раньше выходил такое впечатление что долговато играл за дубль на скамейке сидел Бавария атакует Виточек Нерлингер Виточек прострельная передача мяч не выбит очень опасно Нерлингер выбит недалеко мяч вернули наши же футболисты в штрафную площадку сейчас можно Хлестовый подальше отбить играет точно не стал торопиться Питерев Пятницкий ногами вперед прыгнул соперник не знаю что там будет дальше фуга говорит что бы не изглазить но вот очень хорошо мне кажется действует сегодня арбитр а это Жангер Попен он в форме как говорится хороший спортивный физический травм у него нет что-то у него не клеится игра и его вот не ставят не берут даже в запас а рядом со мной тут сидит еще один известный игрок Хелмлер прямо рядом через ряд сидит он получил достаточно серьезную травму колено у него травмы и до конца этого года вряд ли будет играть игрок сборной Германии 15 минут до конца матча 2-2 и здесь все правильно блокировка была свободный удар но опять недовольны что мячем как говорят футболисты далее в борьбу поездки не кипра как хорошо сыграл николай писарев и паузу сделал во время попал в ногу защитников это куфор был опять спартак атакует кеченов пытается не очень сильно ударил попал защитников спартак опять причем в болезни баварии выбивают на центре поля за свечом спартаковцы она к длинный пас направлении пистоли пистоли штатой площадке достанет куба рядности прострельная передача мяч не покинул поле можно играть ананка и вот только теперь баварий выиграл мяч и сразу стремляется вперед что натворил анонска спасибо дмитрию тяпушкину зачем же так играть зачем зачем лотаря подставлять ну и команду конечно мог куда угодно анонска выиграть отбивать отдал назад и очень тихо и вот тяпушкина перейдил под соперника вроде жить в ноги тихо на к нам подключилась радиопрограмма маяк и я кое-что повторю репортаж из мюнхена с олимпийского стадиона здесь проходят матч лиги чемпионов бавария мюнхенская играет на олимпийском стадионе со спартаком играть осталось около десяти минут до конца второго чья 2-2 держится счет первого тайма спартак сегодня очень хорошо играет в общем то хотя допускают отдельные ошибки в обороне тихонов на четвертой минуте андрей забил мяч нерлингер на двадцать девятый отыграл гол 1 1 потом оленичев протрался сквозь оборону соперник еще стал 2 1 на 33 минуте и потом молодой 18-летний игрок гуфор из ганы защитник забил 37 минуте мяч ворота тяпушкина причем оба мяча в наш ворота забили головой неудачно играли наши защитники во втором тайме спартак имеет преимущество атакует больше вот пару минут назад спартак бог забить мяч ну а вот минуту назад мог и пропустить потому что неудачно отправил мяч анопка вратарю и тяпушкин спас положение просто в ноги сопернику 2 2 на олимпийском стадионе в мюнхене в матче лиги чемпионов бавария спартак бавария атакует чтобы лучше представили вот что происходит на поле красно-синей форме бавария в белой форме спартак ворота спартака справа выполните этот олимпийский стадион такой парящий как будто воздухе такая крыша ажурная 60 тысяч мяча и стадиона сегодня тысяч тридцать пять зрители поддерживают баварию у нас тут есть туристы автобус пришел с туристами самолет или куча так 200 есть журналистов немного олег кучеренко из редактор еженедельника футбол алексей завгородний советский спорт виктор асокин журнал спартак мой коллега илья кукин он делает репортаж для уикенда спартак в это время обороняется и выбивает мяч центру поля лотар матеус звезда мирового футбола великолепный играет и сегодня капитан команды хоть и действует и большую часть времени центре обороны но делает отличные передачи иногда и вперед выходит сейчас бавария с мячом на левом фланге циги полузащитник отправляет мяч назад упору 18 летним темнокожему футболисту из ганны матеус по вперед метров на 30 падает нерлингер мяч у него отбирает отбирают едва не потеряли спартаковцы снова пошли вперед на своей половине поля ановка пас налево прекрасно играющим андрею тихонову тихонов идет прямо на кухора до угла штрафной площадки доходят от его атакуют еще один футболист баварии сразу два футболиста бьет андрей дико совершенно правильно бил трудно было здесь сделать что-то какую-то точную передачу просто ударил в ногу сопернику и угловой удар и первый мяч после розыгрыша углового спартака забили сегодня на четвертой минуте угловой слева идет подавать или при олене чем спартака пока не было замен а у баварии две замены уже победили сегодня в баварии не играют типа пэн и гелмер не сутер который травмированный но и много очень интересных молодых игроков купры называл очень хорош циклер циги хорош сейчас бавария пытается атаковать левым флангом наши защитники сыграли хорошо и идут уже вперед наши футболисты кетченов у самого главного фаска справа прибежать их стартой площадке нужно сделать по штрафную обыгрывать защитников прострельная передача оленичев пытался головой ударить мяч у него с головы сняли защитники и выбили мяч за боковую линию спартак водит мяч за боковой линии 22 матче бавария спартак и лига чемпионов шесть с половиной минут осталось играть кетченов бардак с мячом на чужой половине поле у самой бровки слева анопка пас назад рахимова рахимов к линии штрафной площадки кто же пойдет за мячом то кетченова опередил всех и ходит штрафную площадку пас направо у самого угла на самом углу писарев перед ним три соперника хорошая передача с хода бил пятницкий попал защитника метров с 10 бил поворотом нарушение правил ананка получает предупреждение это у него второе не в этой игре а вообще и он следующей игре уже выступать не будет сзади ударил по ногам и витечка на чужой половине поля ну еще предупреждение получил в первом тайме рахимов а во втором тайме вразилии игрок сборной вразилии жоржинио 22 по прежнему интересный упорнейший матч матеус в центре поля прошел центральный круг пас назад кройцер кройцер на место правого защитника там куфор дальше вперед по-прежнему футболисты баварии с мячом мяч отобран пятницкий может провести хорошую контр-атаку пятницкий в центральном круге его цепляют за ногу сразу несколько футболистов ведут борьбу за мяч и кто-то скакивает к витечу когда сейчас на месте правого защитника матеус центральный круг дальше налево циге левый полузащитник идет вперед его писарев преследует циге налево еще дальше нерлингер баварии вынужден отходить назад свечу на свою половину поля по матеус центральном круге зрители недовольны что бавария вот так играет не идет всей команды вперед а играет трендами очень осторожно бавария нерлингер циге метров 15 угла штрафной площадки спартака пас опять назад центральному кругу а вот теперь мяч и штрафную площадку мяч и выведу не очень далеко нерлингер впереди им рахимов нерлингер по штрафную площадку ановка прыгает и выбивает мяч бар так вот и свечом ановка зашел до центрального круга пас направо не точно не точно кройстер бар так готовит замену олег надуда у кромки поля а в это время бавария атакует левым флангом ничего не было хотя зрители ждут штрафного арбитр показывает кстати очень уверенный спокойно проводит сегодня мать судейская бригада из голландии во главе с арбитром марио вандер эндэ мяч вышел за пределы поля удар площади ворот и спартак готовит замену вместо николая писарева в игру вступает олег надуда пока игра остановлена первая замена составе спартака итак олег надуда полузащитник но может играть впереди со свежими силами игрок всегда нужен в конце конце в конце сезона в конце матча никифоров выбил мяч за центр поля пятницкий на дудо в центре поля там где играл писарев справа идет в центр пятницкий пас назад анопка хлистов пас направо маттеус идет вперед перехватывает мяч и сейчас он на месте левого защитника под аплодисменты зрителей идет вперед делать не точную передачу и маттеус может ошибаться что тут все как говорится живые люди а спартак спартак прошел центр поля пятницкий по штрафной площадкой упустил мяч андрей тихонов боролся с куфором вот сейчас уже был сделать то что сделал несколько минут назад ударить просто не обводить его ударить ему в ногу был бы угловой удар всегда советовать легче тем более страны не торопится и вратарь баварии оливер к спокойно устанавливает мяч на углу площади ворот разбегается ну вот телезрители видят спартаковских болельщиков самолет прилетел с туристами прилетел и выехал автобус который четверо суток шел ими ярыми поклонниками спартака не даже пробрались на тренировку тут и поддерживали спартак на тренировке борьба в центре поля у фаржа ржи не назад канул а кого нельзя играть рукой этот бьет ногой центр поля за боковую линию пошел кеченов вратаря и вот там пришлось выбить качество боковую линию хлистов чертами телева защитника никифоров вот тут в конце первой начале второго поколения красивую темно-волосую женщина нет реагировал чем вспомним это жена матеуса лолита ведущая шоу программы швейцарского телевидения итальянском языке на работает так что жены есть и спартаков ссылки игроков и естественно бавария спартак атакует правым флангом кечен и пытался играть матеуса не получилось матеус налево и не точно аут 22 играть осталось совсем немного но вот еще раз по телевидению по телевизор телекране жангер папен который числится в баваре ну последний матч не играет бардак контролирует мяч на чужой половине поля мяч баварцы выбиваются за боковую линию совсем немного осталось времени до конца встречи бардак сегодня вел счете 1 0 2 1 и в общем-то жаль что спартак сегодня безусловно заслуживал победы даже больше конечно чем в московском матче хотя там спартак пропустил как он не на последней минуте спартак опять атакует пятицкий приближается к штрафной площадке везде тихонов паса право пятицкий пьет трудного положения и не сильно ударил бавария перехватывает мяч и контратака баварии может начаться центре поля нерлингер пас налево фрей падает на дуда и отбирают партаковцы мяч есть возможность для контратаки тут разрыв центре поля зацепили за ногу пятниц кого он упал штрафной удар восемьдесят девятая минута заканчивается встречи 22 матче павария спартак и у меня сложилось впечатление что в втором тайме бавария побаивала спартак играла осторожно внимательно в обороне не шли вперед в первом тайме активнее бавария действовала хотя как все тут говорили что бавария команда второго тайма ну и напомню что чемпионате бундеслиги бавария тогда четыре матча здесь дома проигрывая первый тайм и у сводила ничего лишь во втором как и предыдущий как и последнем матче со штутгардом спартак атакует на туда она купол и потерял мяч циге пас вперед и клет теперь спартак становится мячом неудачно сыграл анопка потерял мяч матеус идет вперед пас к линии штрафной площадки здесь спартаковцев больше не отбирают мяч анопка в центральном круге налево тихонов набирает скорость и кифров остановился а ему сделать передачу вперед по левому флангу андрей тихонов матеус оставил же не идет вперед такое впечатление что бавария согласна на ничью его зрители как реагируют это такой просто повар ты стоят среди поля передают мяч поперек поле на нашем электронном табло время закончилось но судьи свой секундомер свой отсчет у него и вот сейчас штрафный удар в сторону спартаковцев бавария будет выполнять метров 20 до штрафной площадки прямо по центру может немножко левее все футболисты в красной синей форме пошли в штрафную площадку почти все много их орбита додвигает стенку циге мячом я не штрафную площадку и на всякий случай выбивает мяч на угловой арахимов угловой удар ворота спартака жоржиния собирается выполнять мяч летит к 10 метровой отметки куфор пьет я следит выше ворот спартак вы помните везде во всех матчах сбивал первыми и проигрывал вторые таймы ну еще несколько секунд наверное играть может быть сегодня этого не случится сегодня спартак опять первым забил но не выиграл действительно 2 2 это счет первого тайма а сейчас мяч у штрафной площадки баварии кройцер и вот такой кеченов коротко бессильно бьет туда налево за боковую линию уже 92 минута заканчивается арбитр показывает что смотрит на секундомер и все спартак сегодня очень хорошо провел матч напомню что мяки завели у спартака тихонов и оленичев у баварии нерлингер и купор ничья 2-2 и обе команды поздравляют друг друга ну что ж и мы поздравим спартак с хорошей игрой спартак завоевал второе очко и две игры еще у спартака с киевскими динамовцы в этом году из пари поэссе пари сен-жерменом на этом мы заканчиваем нашу трансляцию из мюнхена она была организована студии спортивных программ комментатор владимир перетурец я вам желаю всего доброго будьте здоровы и забудьте в 030 наша футбольная программа о других матчах лиги чемпионов